Всем привет, это канал Denik Webmaster и в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам и показать как правильно проставлять нумерацию страниц в документе Word. На примере вот такого вот реферата мы с вами проставим нумерацию страниц, правильно ее проставим и в завершении темы мы рассмотрим как вообще убрать нумерацию страниц. Как показывает практика, некоторые люди не умеют даже этого. Поэтому не судите строго, видео будет немного затянутым, потому что я хочу простыми словами полностью разжевать эту тему и объяснить даже самому неопытному пользователю, как все-таки правильно нужно проставлять нумерацию страниц, а именно как сделать так, чтобы титульная страница и вторая страница у нас была без номера, а начиная со вступления с третьей страницы у нас нумерация проставлялась. Сейчас обо всем по порядку мы разберемся. Итак, поехали. Для того чтобы проставить нумерацию страниц нам нужно перейти на вкладку вставка, номер страницы, выбрать формат номеров страниц и поле начать с проставить тройку. То есть нумерация страниц у нас будет начинаться с цифры 3. Не с первой, не с второй, а именно с цифры 3. Кликаем ОК. Теперь опять же на той же вкладке вставка, номер страницы, выбираем внизу страницы и проставить номер по средине. Видим, что нижний колонн титул у нас начинается с тройки, проставляется номер страницы. Мы просто делаем двойной клик левой кнопкой мыши по нашему листу. Но в данном случае проставление номера страницы у нас начинается с титульной страницы. Как сделать так, чтобы титульная страница и содержание не содержало номера, то есть чтобы нумерация страниц у нас начинала со вступления. Сейчас я вам это расскажу, но прежде чем приступить к рассмотрению этого вопроса, я еще хочу немного разжевать вот эту тему, где мы проставляли номер страницы, формат номера страницы начинать с третьей страницы. Видите, нумерация у нас начинается с третьей страницы. Вот, например, если мы выберем здесь начать с единицы и кликнем ОК, то первая страница у нас будет под номером 1, вторая под номером 2 и так далее. 3, 4 и так далее. Если мы вот здесь формат номеров страниц, выберем, например, 7, то первая страница у нас будет под номером 7. 7, 8, 9 и так далее. Вот для чего мы здесь в формате номеров страниц проставляли цифру 3. Это делается для того, чтобы первая страница у у нас начиналась с цифры 3. Но нам эту цифру 3 нужно переместить на страницу вступления. И вот сейчас мы к этому подойдем. Итак, как убрать номер страницы на титульной странице? Устанавливаем курсив в конце текста титульной страницы. Переходим на вкладку макет, разрывы и выбираем пункт следующая страница. То есть, мы сейчас устанавливаем разрыв страницы. Далее на титульной странице мы делаем двойной клик левой кнопкой мыши по номеру страницы. В данном случае по цифре 3. Двойной клик вызывает меню редактора колонн титулов. То есть, работа с колонн титулами у нас появляется. И вот здесь мы проставляем галочку особый колонн титул для первой страницы. Проставили галочку и теперь делаем двойной клик левой кнопкой мыши в любом месте нашего документа, чтобы изменения вступили в силу. Что мы теперь можем наблюдать? Титульная страница у нас без номера. Вторая страница, которую мы сделали с помощью разрыва страниц, начинается с цифры 3 и дальше идет номерация 3, 4 и так далее. Сейчас мы на этой пустой странице, мы ее просто будем удалять. Мы выделяем вот этот вот все пустые места, которые есть и просто нажимаем клавишу DEL. Для чего? Для того, чтобы поднять содержание вверх на эту страницу. Кликаем DEL. Что у нас теперь получается? Титульная страница без номера. Содержание под номером 3. Вступление под номером 4. То есть, в принципе, из титульной страницы номер мы убрали. Теперь нам нужно убрать номер со страницы содержания. Для этого мы устанавливаем курсив в конце текста в странице содержаний. Переходим на вкладку макет, разрывы, вставить разрыв в следующая страница. То есть, проводим те же манипуляции, что и с титульной страницей. Далее делаем двойной клик левой кнопкой мыши по цифре 3 и проставляем галочку напротив пункта «Особый колонн титул для первой страницы». После этого двойным кликом левой кнопкой мыши по документу мы сохраняем изменения. Как видим, номер страницы со страницы с содержанием исчез. Все, что нам теперь нужно, это подтянуть вступление на вот эту вот пустую страницу. Это мы делаем с помощью клавиши «Делл». Нажимаем «Делл» до тех пор, пока вступление не будет подтянуто на эту страницу. Как теперь выглядит наш реферат? Давайте посмотрим. Титульная страница без номера. Содержание без номера. Вступление. Начинается нумерация страниц с цифры 3. 3, 4, 5, 6 и так далее. То есть, вот сейчас мы совершенно правильно оформили наш реферат. Вот так вот происходит нумерация страниц и убираются определенные страницы, убирается номер с определенных страниц. Ну и в завершение темы давайте рассмотрим, как полностью убрать нумерацию страниц. Делается это очень просто. Все, что нам нужно, это в любой части документа, на любой странице дважды кликнуть левой кнопкой мыши по номеру страницы. Ну вот давайте, например, у нас есть страница номер 5. Мы на вот этой вот пятерке дважды кликаем левой кнопкой мыши. У нас вызывается редактор нижнего колонн титула, то есть редактор нумерации страниц. И мы просто клавишей дел два раза убираем вот эту вот цифру, цифру 5, номер страницы. Теперь мы делаем двойной клик левой кнопкой мыши в любом месте нашего документа для того, чтобы изменения вступили в силу. И как видим, нумерация страниц на документе Word полностью исчезла. Сейчас наш документ Word без номеров страниц. Вернем все назад, либо клавишей, сочетанием клавиш Ctrl Z, либо нажав на вот эту вот стрелочку, потому что нумерация страниц нам нужна. для правильного оформления реферата. И вот мы видим сейчас, как все красиво оформлено. Если видео было вам полезным, подписывайтесь на канал Деник Вебмастер, ставьте лайки этому видео, распространяйте его и, конечно же, пишите свои комментарии. До новых встреч, друзья!